Доброе утро, друзья! И с вами ваш тренер Александр Слаута. Спасибо, что вы подписаны на мой канал. И в этот такой ясный день субботний хотел бы поговорить с вами по питанию. Значит, многие мои клиенты, многие, кто работает со мной, тренируются у меня, они говорят, Александр, ну а как похудеть? Хотя, понятно, уже все давно разжевано, что есть дефицит калорийности питания, есть профицит калорийности питания, и, в принципе, все, есть ваш рацион, есть затраченные килокалории в течение суток, все понятно. Ну, я хотел бы сегодня поговорить не про это, а хотел бы поговорить больше про культуру питания. Да, ну, в принципе, оно и есть, да. Ну и вот давайте возьмем наше постсоветское пространство. Ну, по некоторым причинам сейчас я живу с родителями, объясню почему, потому что строю квартиру и, как бы, свою квартиру сдаю, вот, а переехал к родителям, чтобы пусть как-то сэкономить на сдаче своего жилья, вот, и сделать ремонт в будущем квартире. Ну, и, как бы, я очень много работаю, с треной вечером на работе практически всегда нахожусь, ну, и на готовку времени мало остается. То есть я могу сказать точно, что когда я жил один, я весил на 6 килограмм меньше. Сейчас я переехал к родителям и вешаю на 6 килограмм больше. Почему? Объясняю. Потому что наши родители, к счастью, к сожалению, они привыкли кушать так, чтобы калорий было много, потому что, ну, в советские времена, к сожалению, были дефициты питания и так далее, и поэтому кушать нужно было сытно, да. Но, к сожалению, это все переросло и вот сейчас, в эти вот годы, в 22-м году. Что происходит? То есть я дома вижу какую картину, структуру блюда, да, ужина, например, да. Куча углеводов, это куча картошки, макарон, там, пюре и немножко мяса. Друзья, вы не похудеете, если вы будете кушать еду, еду, которая резко поднимает вам, стимулирует выброс вашего инсулина. То есть любые углеводы стимулируют выработку инсулина. Сложные углеводы в том числе. Так вот, вы же вечером, скажем, там, перед сном, часов в 8 вечера, вы будете есть, там, 300 грамм картофеля плюс, там, 100 грамм мяса. Ну, куда потратится ваши 300 грамм картофеля, интересно, скажите мне. Вы же вечером не будете тренироваться, там, бегать, прыгать и так далее. Ну, кто, секс, там, все дела, секс, 3 минуты, это не кардио, говорят. Ну, друзья, поэтому все понятно. И даже я почему, как бы, поправился в этот период. Я не хочу их обижать, понимаете. Я же не скажу, мам, слушай, не дурите мне бушку, я знаю, что мне есть вечером, да. Но, к сожалению, ничего тут не поделаешь, и я не хочу их обижать, и не хочу быть революционером у них на кухне, тем более, мама там у меня хозяйка, типа, все дела. Ну, я подожду сейчас период, перееду один жить, и буду понимать, как мне нужно кушать, насколько мне нужно кушать, да, потому что я все знаю. Вот, но, к сожалению, такой, не в обиду сказанному этому поколению, типа, да, что, вот, крестьянская еда, реально, то есть побольше хлеба, там, чтобы наесться, побольше макарон, там, да, пустых, вот, побольше всего, там, углеводов. Но, друзья, и так-то не похудеть. Лечерний прием пищи должен включать в себя только клетчатку, и только белковую пищу. Надеюсь, что я немножко приоткрыл завесу по поводу культуры питания, поэтому убирайте крестьянские продукты, и будет вам счастье. Всех обнял, друзья, хорошее настроение, с вами ваш тренер Александр Слаут.